Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале сказочная деревня и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодня воскресенье Юля начепорилась и в гордом одиночестве отправляется в Москву. Все свое семейство оставляю сегодня дома. Потому что, если брать с собой Станислав Юрьевича, придется брать с собой поле. А мне, во-первых, ну очень не по дороге, что завозить ее к бабушке. А во-вторых, у нас совсем развалилось кресло, соседнее вот это вот. Оно не шевелится, причем оно лежит в лежку, не поднимается. И, в общем, ехать на кресле на пассажирском практически невозможно. Так что, оставляю все семейство дома на хозяйстве. Отправляемся в Москву. Хочу сегодня обязательно попасть к бабушке в больницу, поснимать. Там очень интересную информацию я накопала именно про территорию больницы. Все вам расскажу, покажу, смотрите. И я надеюсь, что вам понравится. Ехали мы, ехали. И, наконец, приехали. Я уже, на самом деле, приехала на Баумовскую. Видали? У нас там снега выпало ночью. И даже дороги уже посыпали этим песком с солью. Ну так, набросали посередине дороги вроде бы как. А в Москве ни снежинки, ни пылинки. И даже дороги подметают. Вот эти маленькие машинки, которые подметают дорогу, мне напоминают уборщика из мультика Валли, который там все время бегал и убирался. Но иногда он не очень напоминает меня. Так, ну что, сейчас мы сначала идем к мамке. Посмотрим, что там у нее интересного. Поскольку сегодня я одна, придется мне продуктовую, так сказать, корзину тащить ей самостоятельно. Что не очень удобно одной рукой. Так что, друзья мои, встретимся уже у мамы. Не хочет она опять снимать. А, между прочим, твои родственники из Тамбова говорят, что вы нам не показываете, Нину, что ли? А они меня видят. Видят? Передай привет. И в комментариях пишут. Я не знаю, там много всяких разных родственников. Тогда в прошлый раз писали, спасибо, что Нину столь показывает. Это не из Тамбова, это из Долгопродного. Да? Из Долгопродного? Бабушке райную могилу? Спасибо говорили за то, что показывали. Как это? Ага. Так что передай привет всем своим родственникам туда, где далеко. Это другое тебе пишет все время. Да. Все равно смотрит. Так, а я вам сейчас еще, знаете, что покажу? У меня, оказывается, не только мам дома, а еще и пап дома. Поэтому папу я вам тоже сейчас покажу. Делать буду. Пап, а ты че, а че ты делаешь? А, пуговицы пришивали. Дело нужное, молодец. Я знаю, что я буду делать. Да? Как папа пуговицы пришивает, смотри. Молодец какой. Смотрите, а у Сом до сих пор стоит. Осталось без штуки. Осталось без штуки. Месяц прошел. Десятого? Нет, три недели. Три недели. Все, она уже последняя. Последняя. Хорошо, мама, придешь тебе с такими разносолами на кормы. Че тут у нас? Минут, вкусняшки. Будем кушать сами. На второй у нас рыба запеченная с картошкой. Хурма уже пошла. Нет, это королек, это не вяжем, да? Я иду, а бабушка, дворец, и Минута взяла. А здесь сегодня ходила, ходила. Королека нету. А что она вяжет? Я бы боялся, хотел вам взять, он возьму, она будет взвязать. Понятно. Хула. Мам столько положила. Сейчас объемся, никуда дальше не поеду. А мне еще ехать надо. Все жду, когда январь наступит. Будут личи продажи. Те, кто канал мой давно смотрит, знают, что Юля, ну, очень любит личи. И вот я уже, уже и декабрь, и я его, этих личи жду больше, чем Новый год. Знаете, как дети, когда подарки на Новый год ждут. Вот жду. А пока нет. Куда пошел? Леша тоже дома. Где он? Вон он. Леша, вылезай. Вылезай. Леша, да, пришел домой в 7 утра. О, а по нему и не скажешь. Особенно очки когда это. Отражается? А я уже похмелюсь. А, все понятно. Ну, вообще-то, сегодня никуда не едешь. Это, блин, да? Вот видите, в воскресенье люди дома. Одна Юля мотается туда. Что я вам хочу сказать. Сюда я пронесла два баула. Отсюда я несу почти три баула. Мы с папой сказали, ну, ладно, дай, дай, несешь, мы тебе поможем. Пойдем со мной в машину. Жду, пока они там оденутся. Ну что, Алексей Анатольевич, хочешь передать что-нибудь интересное зрителям рассказать? Всем зрителям большой привет. Здоровья, счастья во всех их начинаниях. Уйди, зуб почистил, я пошла. Ты не поможешь. Похожа я на папу? У папы глаза не покрашены. Действительно. Глаза, говорит, папы накрашены. Или на маму? Ну, к маму. Ну-ка. На кого больше похоже? Как слон на ежа. На всех похоже. На брата похоже. Ну что, господа хорошие. Вот и подходит к завершению, так сказать, моей поездки. Я уже успела уехать от родителей, съездить на Щелковскую. И уже приехала к бабушке в микрорайон Некрасовка. Бабушка у нас сейчас лежит на реабилитации в 10-й городской больнице. Надеялась я, что успею пораньше. Хотя бы будет немножко посветлее, но уже темнеет. Поэтому пойдемте. Я вам сейчас про это интересное место поподробнее расскажу. Кстати, по дороге еще успела зайти в магазин. В прошлый раз мне сказали, что же ты, Юля, к бабушке приехала, ничего не привезла. Конечно, я все время привожу ей что-нибудь вкусненького, но она всегда ругается. Зачем ты провезла? Ну, в этот раз набрала я немножко разных фруктов, по чуть-чуть разных. И там к чаю кое-что набрала. Ну все, пойдемте. А интересно это место, этот реабилитационный центр тем, что, во-первых, он имеет площадь почти в 14 гектар. Здесь несколько корпусов, 570, так сказать, койко-мест и большое достаточно поле для прогулок на свежем воздухе именно для пациентов. Большой, очень частых земли по московским меркам. Вся территория больницы – это дорожки, а также разные полянки и красивые клумбы. Конечно, осенью здесь ничего такого особого нет. И по территории, кстати, между прочим, стоит много лавочек, на одну из которых я присела, для того, чтобы вам поподробнее рассказать об этом интересном месте. Больница, именно как стационарный, так сказать, объект, была открыта в 1968 году. До этого здесь был просто небольшой фельдшерский пункт, открытый для работников, которые строили здесь в то время поля аэрации. Об этих полях очень многие знают, те, кто проживают в микрорайоне Юберти или Некрасовка. В том числе и мы. Мы здесь жили примерно так лет 6 назад, несколько лет мы жили в Некрасовке. И когда идет чистка на этих полей аэрации, дышать бывает, что нечем. Не знаю, как сейчас, но в то время было именно так. Ну так вот, первый фельдшерский пункт здесь, именно как больница, был открыт в те годы для работников, которые строили эти самые поля. А что же интересного было до того, как здесь объобразовался фельдшерский пункт и вообще что было на этом месте? И информация эта достаточно интересная. Первое упоминание о селе, которое называлось Бедрино, аж в XVI веке. По информации, здесь была деревянная небольшая церковь и всего 4 двора. Ну, так скажем, не густо. И село это много раз перепродавалось. У него было достаточно много владельцев. К 1705 году хозяином села Бедрино стал князь Прозоровский, который на маленькой речке Бедренки выкопал большой пруд. По тем временам его длина составляла почти 2 километра. После князя Прозоровского было еще много владельцев у этого села, между прочим, в том числе и даже жена Юлия Долгорукова владела этим самым селом. После войны 1812 года хозяином села Бедрино стал Федор Федорович Кокошкин. По воспоминаниям его соотечественных, он был очень маленького роста, носил рыжий парик и был брюзгой. Но это, между прочим, очень выдающаяся личность. Он фактически основатель Большого и Малого театра Москвы. Он лежит, как сказать, у основ. И можно сказать, что именно с его помощью вообще возникли эти... Он был учителем у таких знаменитых актеров, например, как Щепкин. Все знают Щепкинское актерское училище. Ну, так вот, учителем Щепкина был именно Федор Федорович Кокошкин, который старший. Но при этом сам он был отвратительным актером. Он не умел держать себя на сцене, постоянно забывал слова. Ну, кстати, между прочим, так достаточно часто бывает, когда человек прекрасный преподаватель, ну вот, а актер никакой. Ну, так вот, между прочим, он выучил достаточно большое количество всяких русских разных актеров. Ну, естественно, у такого, так сказать, крупного и заметного человека тех лет были и соответствующие друзья, разные писатели. Кстати, между прочим, к нему даже Пушкин приезжал в гости, но когда уже Федор Федорович был достаточно почтен в возрасте, практически перед его кончиной. Поскольку это село принадлежало такому знаменитому театралу тех лет, можно так сказать, естественно, человек болел душой за театр. И, естественно, в этом селе Бедрина проводились просто неимоверные какие-то постановки театральные, на которых съезжала вся московская знать. И вся элита Москвы именно в этом селе. Федор Федорович Кокошкин ставил потрясающие всякие разные спектакли с использованием этого самого озера, которое двухкилометровое. Сейчас, раньше это называлось Бедринский пруд, сейчас это озеро известно нам как Черное. Но про это озеро я расскажу вам чуть-чуть попозже. А сейчас о театральных представлениях. В основном именно на этом озере он устраивал всякие разные представления со сценами, с пожарами, даже по этому озеру плавали корабли с разноцветными флагами. И, в общем, было все на очень и очень высшем уровне. Но самой интересной забавой этого озера были плавающие острова. То есть вода подмывала торфяные берега, куски земли отрывались от земли и плыли по этому двухкилометровому озеру, подгоняемым ветром. Даже иногда бывало, что с кустами и деревьями именно вот эти плавающие острова дрейфовали по озеру туда-сюда, чтобы на те времена было бы просто какой-то потрясающей диковинкой. И многие приезжали в это село на его спектакли и просто поражались таким, так сказать, таким ношеством, таким странностям для тех времен. Писатель Осаков писал, между прочим, именно про это село и свои воспоминания о Федору Федоровичу Кокошкину, в которых он говорил о том, что ездить сюда приходилось на лошадях порядка 30 верст в районе трех часов по не очень хорошей лесистой дороге. В общем, дорога здесь была, ну, не как сейчас, далеко не шоссе, достаточно было сложной. Но все равно, несмотря на это все, знать приезжала сюда в Бедрено именно ради представлений и ради всяких интересных ношеств. Федор Федорович Кокошкин, помимо того, что был просто потрясающим организатором и театралом, был, между прочим, еще и бабником. Несмотря на то, что у него была первая жена, которая скончалась и от которых у них, между прочим, остался сыт, ну, как бы наследник. Да, и, кстати, звали его тоже Федор. Папа был Федор Федорович Кокошкин, сын Федора Федоровича Кокошкина. Ну, а что заморачиваться? Правильно, удобно. Все Федор Федоровича Кокошкина. Правда. И, между прочим, сын тоже был потом, после уже кончины отца, стал достаточно знаменитым политическим деятелем. Но об этом мы сегодня не будем разговаривать. А разговаривать мы будем о второй жене Федора Федоровича Кокошкина-старшего. Он был бабником и в возрасте 61 года очень даже любил молоденьких актрис или каких-то работниц театра. И так случилось, что в 64 году одна из актрис забеременела. Федор Федорович очень, так сказать, приличный человек, женился. Его вторую жену звали Аня Потанченкова. Но не сложилась у них счастливой жизни, к сожалению. А все дело было в том, что, во-первых, у них была огромная разница в возрасте. К сожалению, точной даты рождения Анны неизвестно. А вот то, что у Федора Федоровича женился, когда ему был уже 61 год, а она была значительно моложе его, об этом как бы известно. Но не сложилась у них жизнь, потому что большая разница в возрасте. И к тому же в таком, в этих годах уже закончились представления, которые давал Федор Федорович в связи с тем, что они требовали неимоверных финансовых затрат, а таких больших денег у него не было. И к концу своей, так сказать, жизни он вообще стал фабрикантом. Он делал сальные свечи и муку делал, ну и, в общем, еще какие-то товары народного потребления. И именно в это время он женился на Анне. Говорят о том, что два года они прожили вместе. Анна чувствовала себя очень несчастной из-за того, что, во-первых, она потеряла своего первенца, из-за которого, собственно говоря, и вышла замуж. А во-вторых, имение уже приходило в упадок. Леса и парки, которые в первые годы были, так сказать, блистали своей красотой, приходили в уныние. Она часто плакала, часто бродила по заброшенным дорожкам парка и в конце концов не выдержала и утопилась в этом самом Бедренском озере, которое сейчас черное, покончила жизнь самоубийством. Похоронили ее, как хоронили самоубийц тех лет, просто у дороги выкопав яму. Даже нет никакой пометки о том, что где-то здесь похоронен человек. Хотя здесь совершенно это как бы недалеко. Но вдруг, если получится, до этого Черного озера мы с вами дойдем чуть-чуть попозже, может быть, если получится. Вот здесь у вас сейчас выскочит фотография. Вот где треугольничек, это я сижу. А Черное озеро, сами видите, со мной рядом. Интересно, что после смерти Анны Федор Федор... А, кстати, когда он женился, между прочим, когда он женился, он на радостях назвал Бедрена, переименовал в Анина. Но после смерти Анны он, в общем, не выдержал этой нагрузки, его разбил паралич. И последние два года он лежал парализованный. И через два года, в 68-м году, получается, он тоже скончался. В память о гибели Анны не осталось никаких свидетельств, доказательств места, конечно, где ее похоронили. Но зато народное, так сказать, четверостишье осталось. Я уж не знаю, как это стих или как это назвать. Но текст примерно следующий. Здесь смертельную тоспу ранена, Анна бросилась в темный пруд. Было Бедрена, стала Анина, нынче Бедрена вновь зовут. А все дело в том, что после смерти мужа Анны, Федора Федоровича Кокошкина, село снова из Анина переименовали в Бедрена. Между прочим, московская станция метро Анина никакого отношения к этой истории не имеет. Ну что же, после Федора Федоровича Кокошкина имение еще несколько раз перепродавалось, и в итоге его владельцем стал товарищ Некрасов. Он был, между прочим, очень большим и влиятельным чай-торговцем на те времена. И вплоть до начала 20 века эта территория принадлежала именно Некрасову. Ну и, соответственно, отсюда и название района Москвы Некрасовка. В начале 20 века все-таки государство решило выкупить эти земли для строительства полей Айракции. Об этом я уже рассказывала вам чуть раньше. Что-то я хотела добавить. А хотел я добавить вам примерно следующее. После смерти Федора Федоровича, кстати, одним из злотельцев, которые были между Некрасовым и Федором Федоровичем, один из злодельцев спустил пруд, который был вот этот огромный, красивейший пруд. Он его просто спустил. И там получилось болото. На данный момент в этом болоте, это болото, ну, так сказать, немножко облагородили. Получился пруд, но, конечно, размером значительно-значительно меньше. Я сама лично примерно 6 или 7 лет назад ходила на это черное озеро, поскольку оно недалеко было от того места, где мы на тот момент проживали. Интересно мне была тема искупать собак в жару, и интересна была тема половить рыбу. Но состояние озера было просто ужасным. Оно жутко воняло, было все в мусоре, хотя какие-то рыболовные тропинки там все-таки были. Я не рискнула не то, что ловить рыбу, но даже купать собак, и оттуда ушла. На данный момент у правительства Москвы есть огромный план, как облагородить это самое бедренное сейчас название Черное озеро и построить там. Может быть, уже и построили жилые комплексы. Выглядеть это должно примерно вот так. И что бы я хотела еще добавить? Добавить бы я хотела то, чтобы землю-то выкупили именно для строительства полей аэрации. И сейчас здесь все просто в новостройках, все застроено, все в домах. Но 13 гектар именно от села Бедрена, которые достались вот этой самой больнице, к которой мы сейчас идем, так и остались нетронутыми. Так здесь до сих пор, как бы сказать, лесопарковая зона, что просто поражает и удивляет, когда вокруг тебя, посмотрите, за моей спиной, одни новостройки. А здесь такой большой клочок земли. И это просто прекрасно и замечательно. Так, ну что, друзья мои, совсем уже стемнело. Идем мы к бабушке. Я надеюсь, что история эта вам понравилась. По крайней мере, меня она так сильно достаточно впечатлила. Надеюсь, что она и вам понравилась. И теперь мы идем к бабушке. Интересно. Вот это, наверное, лифт, нет. Так правильно понимаю. У меня на седьмой этаж далековато. Что тут написано? Интерапевтическое отделение. Электросветолечение, врач, электросон, ингаляторий. Электросон, как из фильма. Когда они там спали. Электросветолечение, врач, магнитотерапия, опять электросветолечение. И третий этаж тоже, какой-то робот, мочен, мочен, мейкер. Что такое, не знаю. Ребята, забыла вам совсем сказать. Здесь же есть часовня. Видите, работает по часам. Часовня, между прочим, как всегда забыла нажать. Часовня, между прочим, находится в здании одного из корпусов. Работает в определенные числа и в определенные часы. Моя туда прийти, так сказать, пообщаться с высшими силами. Ну, нам туда. В любом случае, она сейчас не работает. Сейчас не днем к бабушке. Я не сказала, что я приеду. И она сейчас будет, конечно, возмущаться. Но она же все равно ждет, я же знаю. Ну вот, я же говорила. Что? Ну, куда-то столько. Что, куда-то столько. На, я бы не грызу. Нет, сама. У меня зубы не грызут. А ты поэто. Надо было, я тебе в следующий раз натру в баночку. Вот, на тресе привезешь. Вот, все и не нравится. Ну, это я сам же, конечно. Да. Да. А груши я не возьму. Почему ты груши не возьмешь, я не пойму? У меня крикит. У тебя. Три массажа. Расскажи мне, что тут тебе делают. На, зрителям расскажи, а то они меня все спрашивают. А ты куда-то меня... Ну, никуда, я просто подержу. А, подержу. Массаж мне делают воротник и руки. Аж прям до самых ногтей. Руки делаю, до самых. Так здорово делаете, да? Я бы тоже на массаж походила. Ой, ты не представляешь. Хожу на труд-терапею. Собираю мозаику. И эти картинки, как это называется? Пазлы. Пазлы собираю. Потом, это, хожу на физкультуру. Ноги задираю кверху и руки, ноги, все. А когда на труд-терапею хожу, пазлы собираю, у нас там физкультура тоже, она показывает. Пальцы по-всякому. Как только... Это ужас один. Вот. Околы делают. На магнит хожу. А на электросон ходит? Нет. Это не надо? Нет, я так хорошо ходила. Магнит делает ногу правую и ногу голову. Руку тоже правую. Магнит в ладони. Ничего, хорошо. Помогает. Помогает. И вот это... Все процедуры плохо до обеда. Очень тяжело. А потом? А потом до обеда пообедаешь, и все. У меня больше никаких процедур. Если бы хоть немножко еще после обеда, а то очень тяжело. Ну а что, с утра отстрелялся, дух пидори, что делать? Да. Хорошо. Кулять хожу вокруг вот этого нашего корпуса. Ничего, нормально. Нормально. Все, бабушка ужинать пошла. А нам пора уже, наверное, в сторону дома выдвигаться. Слушайте, я вам сейчас что покажу. Смотрите. Какой телек. Во. А что никого нет-то? Не работает, сломали. А, все, ну смотри. Ты их. А нет, корсень. Мы сейчас видели, что он не работает. Не пойму, то ли напечатан, то ли правда нарисован. Напечатан, наверное. Ну вот. И побывали у бабулечки. В прошлый раз не добралась, очень жалею. Теперь пора и выдвигаться. Тем временем уже совсем стемнело. Знаете, что у меня бабушка делает? Мы ей приносим овощи, фрукты нам. Кто-то ей, Лешка может, или мам конфет принесла. Она вот наоберет домой, а другому отдает. Мне вот отдала яблоки, конфеты для поля. Говорит, я все равно их не съем. Ой, ну ладно. Отдам, пускай поле лопает. Идем мы вместе. Хотелось бы мне все-таки доехать до этого самого черного озера. Я сейчас посмотрела по карте. Там вроде бы как стоят дома. Когда я там была последний раз, это было огромное поле и помойка. А сейчас там вроде бы как стоят дома. И вроде бы даже есть одна дорожка, которая ведет к этому озеру. Ну такая, прям дорога асфальтированная. Попробуем все-таки до него доехать. Хотелось бы мне вам это, так сказать, место показать. Так, ну что, друзья мои, Юля была бы не Юля. Если бы не добралась до желаемого места. Добралась я до этого самого озера. Поплутав между недостроившимися, видите, недостройками и почти заселившимися многоэтажками. Строительство жилого квартала, которым я вам показывала ранее, идет просто полным ходом. Уже и дворы, и дома, и многие дома заселены. И озеро это я все-таки нашла. А правда сейчас темно. И я не знаю, увидите ли вы что-нибудь, но оно реально огромное. Огромное. Сделали большую мостовую. Так, бежим через дорогу. Дорога еще не рабочая, тупиковая. В самом конце там еще и не доделали. Машин здесь крайне мало. Так, ну что, вот оно, собственно говоря. Сейчас я вам все покажу. Жаль, конечно, что сейчас уже ночь. Ну, по отражающимся фонарям видно, да? Гладь озера. Вот оно, это самое Бедренское озеро. Сейчас оно называется Черное. В котором Аня и утопилась. На камеру не видно, но взгляд ловит его огромные масштабы. Конечно, не в таком огромном масштабе, как это было ранее. Его длина сейчас явно менее двух километров. Но вот с этой стороны, вот видите, где идет, вот где заканчивается. И еще в ту сторону, вдоль вот этих всех домов, идет большое-большое углубление. Вот где внизу чернота, это явно раньше было озеро. Сейчас там просто земля и какие-то кусты, котлован. Но там ничего не строят, видимо, из-за того, что грунт очень мягкий, слишком близко вода. Ну, вся вот эта чернота под домами, это тоже было озеро. Сейчас оно стало, ну, значительно меньше. Вот оно начинается и пошло туда. Машинка моя сиротливо стоит среди недостроенных многоэтажек. Как-то не по себе. Улица огромная, а нет никого. Скоро здесь, совсем скоро эти дома продадут, квартиры в них. Будет здесь очень оживленная трасса с супермаркетами, с пробками. Ну и, в общем, все прелести современной цивилизации и города будут. А было такое потрясающее село с такими потрясающими спектаклями. Именно на этом озере и плавали корабли с разными разноцветными флагами. Я прям вижу, как это было красиво, если честно. Когда-то, много лет назад, очень давно, уже даже больше трехсот. Ну, все, что, господа мои хорошие. Станислав Юрьевич позвонил, говорит, заедь на нашу квартиру, где мы раньше жили, мы же в Некрасовске раньше жили. А я фактически здесь. И принеси ему горшки, чтобы что-то там запекать в духовке. Вот я о возвышенных вещах говорю, о Большом театре, о погибших селах. А он о горшках. Ну что, села ты не вернешь, а горшки нужны. Нашла я горшки, которые просил Станислав Юрьевич. Ну что-то, мне кажется, что у меня какое-то дно хлипкое у коробки. Ну да. Интересно, есть ли здесь у нас где-нибудь скотч. Еще решила забрать салатницу. Скоро же Новый год. Ох, запылилась. Пятый год стоит. И Дема от меня уже целый год требует привезти ему медали. Не могла их найти раньше. А сейчас обнаружила, что они лежали вместе с горшками в коробке. Это его медали, которые он получал, когда мы здесь жили. Там мы из-за соревнований на собачьих упряжках. И что-то там из сада и школы. В общем, требовала он с меня эти медали. Медали нашла. Так, осталось мне найти скотч. Сейчас полазу по шкафам. Где-нибудь он должен быть. Пока ехала, знаете, что подумала. Если вдруг так случится, что этот ролик про село Бедрена, вы увидите не прямо в дату выпуска. Ну, а попозже. Сегодня у нас какой-то декабря. Первое что-то. В общем, сегодня начало декабря. И если такое случится, что вы увидите через какой-то промежуток определенной времени, и у меня будет возможность, за это время у меня была возможность сюда приехать еще раз днем, при дневном свете, я обязательно еще раз сниму это озеро. И в описании добавлю ссылку на ролик, где я это озеро сниму при свете. Но это если вдруг так случится, и вы смотрите ролик позже, прямо сейчас загляните в описание, посмотрите. Ну, вдруг, если ссылки нет, значит, до этого озера днем я еще не добралась. Так, ладно, я пошла на поиски скотча. А, каждый раз, когда я приезжаю и показываю, что мы приехали на старую квартиру, где мы раньше жили, всегда в комментариях зрители спрашивают одно и то же. Поэтому отвечают сразу. Это квартира не наша, квартира моих родителей, мамы и папы. Сейчас здесь никто не живет, только наши вещи, которые нам некуда уместить в наш сарай. Почему они не сдают эту квартиру, не надо у меня спрашивать. Это по их всяким там соображениям, скажем так. Потому что моя мама считает, что коммуналка, налог, а также ремонт после любого жильца будет дороже, чем прибыль с квартиры, ну или прибыль будет незначительная. В общем, мама не хочет с этим связываться. И, в общем, стоит у нас двухкомнатная небольшая квартира в Некрасовке, пустая на данный момент. Хотя, может быть, она, конечно, просто надеется на то, что мы сюда вернемся и продолжим здесь жить. Не знаю, в общем, с какой целью. Ну, пока у нас здесь такой, как мини-склад всяких нужных вещей. Все, друзья мои, я пошла искать скотч и отправляться буду домой. Буду с вами на этом прощаться, потому что потом мне записать финиш будет негде, ибо на улице уже темно. Внизу, в описании к этому видеоролику, ссылка на наш магазин ВКонтакте, который называется Вкусный Ем. Там можно заказать всякие разные вкусняшки, которые мы по воскресеньям возим в Москву. Как это сделать, можно увидеть вот здесь вот в ролике. Вынес пониже что-нибудь интересное. А если вы вот сюда нажмете пальчиком, то подпишитесь на канал. И спасибо огромное, что подписались. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю, целую и всем пока.